Всем привет! Меня зовут Лена и в этом видео мы создадим планировщик бюджета в Notion, который будет вести учет финансов в повседневной жизни. Шаблон будет на год, но начинать вести его можно с любого месяца. Сейчас мы сделаем краткий обзор, посмотрим все его составляющие и, если он вам подойдет, то мы пошагово соберем его вместе. Или же готовый шаблон вы можете скачать по ссылке в описании. Переходим к обзору. Я буду показывать на примере заполненного на 4 месяца планировщика, чтобы была видна статистика и был понятен принцип работы. Итак, начнем с того, без чего невозможен учет финансов. Это таблица учета доходов и расходов. Далее слева в колонке у нас будет карточка с отображением дохода, расхода и остатка по текущему месяцу, который автоматически в конце указанного вами периода будет сменяться на переходящий остаток, если остались деньги. Ниже – копилка с общей накопленной суммой и статистика по всем доходам и расходам. Следующая колонка – это таблица с расходами за месяц по категориям, план по расходам и выполнение или перевыполнение плана. Последняя колонка – это напоминалка по тому, что нужно купить. Мы вносим запись, и как только покупка сделана, она автоматически исчезает из списка, но не удаляется. Следующие страницы носят важный, но нерегулярный характер. Итак, баланс по месяцам. Это база, которую ни в коем случае нельзя удалять. Она несет в себе значительную часть связи. Представлена она в двух вариантах – табличном и галерейном. Галерея представляет собой отображение дохода, расхода и остатка, что и на главной странице, но за весь год. То есть, это дублированная, но не отфильтрованная по месяцам база. Далее – страница статистика по месяцам. Представляет собой, соответственно, статистику по каждой категории за каждый месяц. Следующая страница – движение в копилке. К ней мы обращаемся, когда пополняем или берем деньги из копилки. И заключительная страница – архив. В нее мы переносим статистику по категориям в конце каждого месяца. И в дальнейшем мы можем смотреть, как следуем плану по тратам. Перед тем, как начать собирать планировщик, у меня будет к вам две просьбы. Первое. Названия таблицам и колонкам давайте такие же, как и в видео, чтобы не запутаться. После вы можете поменять их на свое усмотрение. И второе. Мне нужна ваша внимательность, так как в процессе создания мы будем перескакивать с одной незаконченной таблицы на другую. Это необходимость, потому что нельзя будет завершить создание одной таблицы без помощи другой. Ну а сейчас я расскажу вам о структуре видео. Всего будет три части. Первой, то есть в этой, мы создадим базы данных для учета доходов и расходов, таблицу для общего учета финансов по месяцам и остатка по ним и создадим копилку. Во второй части мы создадим базу данных, которая будет высчитывать общий доход и расход по всему периоду. Объясню, как вести копилку, чтобы статистика не нарушалась. Создадим переходящий остаток и таблицу для общего учета копилки. И в третьей части мы начнем вести учет расходов по категориям. Создадим кнопку для шаблона таблицы, статистику по категориям за год и напоминалку. В конце кратко расскажу, как пользоваться шаблоном, если вы решили его скачать. Ну а сейчас, если вам подходит данный вид отображения, то давайте соберем этот планировщик вместе. Ну что, поехали! Итак, создаем новую страницу. В правом верхнем углу кликаем на три точки, выбираем шрифт и перетягиваем ползунки, делая меньший размер текста и широкоформатный вид. Даем название, например, бюджет и создаем новую пустую страницу с иконкой, которую можно выбрать из базы Notion или за ее пределами. Сейчас нам нужно создать две базы данных, одна из которых будет вести учет доходов, а другая учет расходов. Начнем с учета доходов. Нажимаем на плюс и создаем базу данных в табличном представлении. Даем таблице два одинаковых названия – доход и второе скрываем. Название, которое мы скрыли, обязательно должно быть заполнено, так как именно по нему мы будем ориентироваться для связи таблиц. Далее колонку Text удаляем. В текстовой колонке мы будем записывать наши доходы. Называем ее доход. Теперь нам нужно создать еще четыре колонки, отвечающие за месяц, дату, сумму и категорию дохода. Начнем с месяца. Нажимаем плюс, выбираем свойство Select. Даем название месяц. Снова нажимаем плюс, выбираем свойство Date. Называем дата. Кликаем Date Format и ставим тот формат, который вам удобен. Я выбираю день, месяц, год в числовом представлении. Далее добавляем свойство Number, называем сумма. Идем в Number Format и выбираем валюту, соответствующую вашей. И последняя колонка – это еще одно свойство Select с названием категории. Обратите внимание, что каждой колонке можно присвоить свой смайлик. Для этого нажимаете на шапку колонки, рядом с названием кликаете на квадрат и выбираете иконку. Теперь расставляем колонки по смыслу. Месяц, дата, доход, сумма, категория. Готово. Добавляем еще девять строк, чтобы в сумме получилось двенадцать. В колонке месяц через Enter пишем название месяцев. Далее сделаем группировку по месяцам. Нажимаем на три точки справа таблицы, выбираем групп и колонку, по которой будем группировать. В нашем случае – месяц. Далее перетаскиваем месяцы по порядку. Давайте представим, что мы ведем учет с января и нам нужен только этот месяц. Поэтому все остальные месяцы мы скрываем, кликая на зрачок и делая его неактивным. Готово. Мы получили таблицу для учета дохода в январе. И когда месяц закончится, мы открываем вкладку со скрытыми группами, кликаем на три точки рядом со следующим месяцем и нажимаем «Показать». А предыдущий месяц таким же образом скрываем. Теперь создадим аналогичную базу данных для учета расходов. Чтобы не создавать ее с нуля, мы нажимаем на шесть точек рядом с названием и кликаем «Дубликейт». Нажимаем на имя дублированной таблицы, делаем видимым второе название и меняем оба на расход. После второе снова скрываем. Аналогично меняем название текстовой колонки на расход и колонку категории удаляем. Таким образом, мы получили две базы данных для учета доходов и расходов. Переходим к их заполнению, чтобы в дальнейшем мы могли работать со статистикой и видеть динамику. Здесь не будем надолго останавливаться, так как по колонкам все понятно. В колонке «Дата» мы указываем дату дохода или расхода, в текстовой название дохода или расхода, в колонке «Сумма» – цифру, а в колонке «Категория» в таблице дохода присваиваем тег источника, откуда пришли деньги. Еще обратите внимание, что когда будет добавляться новая строка, колонка «Месяц» будет автоматически заполняться, так как у нас стоит группировка по месяцу. Итак, я заполняю таблицу условными позициями, а у себя вы можете отобразить свои цифры и наименования. Готово. На самом деле у меня таблица по расходам по окончанию месяца выглядит куда объемнее, так как траты сопровождают нас практически каждый день. Но тут уже дело вкуса. Кто-то может заполнять ее регулярно, записывая трату по каждой позиции, а кто-то может объединять суммы. Например, записывать общую сумму по копилке, а не расписывать, сколько стоит отопление, газа и тому подобное. Вернемся к таблицам. Как только мы получили какие-то суммы, сразу идем вниз каждой таблицы. В цифровой колонке нажимаем «Calculate» и кликаем «Сам», чтобы сложить все числа. Тем самым мы будем видеть общую сумму дохода и расхода по месяцу. Сейчас наши базы данных представляют собой отдельные таблицы. Следующим шагом мы объединим их в единую базу данных, которая будет собирать общие числовые значения по доходу и расходу и высчитывать остаток по ним. Итак, создаем новую базу данных в табличном представлении. Даем два одинаковых названия – баланс по месяцам. Второе – скрываем, колонку «Текс» удаляем. Текстовую колонку называем «Месяц» и добавляем колонку со свойством «Date». Называем ее «Период». Создаем еще одну колонку со свойством «Select» и называем ее «Месяцы». Добавляем еще 9 строк, чтобы в сумме получилось 12. В колонке «Месяц» через «Enter» пишем название месяцев. В колонке «Период» указываем дату начала учета финансов. Далее перетягиваем ползунок рядом с «End Date» и выбираем конечную дату учета. Нажав ниже на «Date формат End Time Zone» можно настроить отображение периода. И также указываем период для каждого месяца. В «Select» колонке также, как и в «Текстовой» через «Enter» прописываем название месяцев. Прописали и сразу скрыли ее. Она понадобится позже для фильтрации. Готово. Теперь нужно связаться с таблицами дохода и расхода. Создаем колонку со свойством «Relation», указываем связь с таблицей дохода. Перетягиваем ползунок, нажимаем «Добавить связь». Идем в таблицу «Доход», кликаем на ячейку в появившейся колонке и выбираем месяц, соответствующий данному доходу. Деньги получены в январе, значит и связываем ее с январем из таблицы «Баланса». Чтобы снова не искать месяц, мы можем потянуть за уголок ячейки и таким образом продублировать его. Если вдруг у вас колонка связи не появилась, то она скрыта. Чтобы сделать ее активной, нажимаем на три точки, скроллим вниз и нажимаем на зрачок. Возвращаемся в таблицу «Баланс по месяцам» и создаем новую колонку со свойством «Relab». Называем ее «Доходы», так как название «Доход» присвоено уже колонке связи. Ниже указываем, из какой таблицы будем брать данные, в нашем случае из «Дохода». Нажимаем на «Проперти», выбираем «Сумма». Значения получены, теперь подсчитаем общую цифру. Нажимаем «Calculate» и выбираем «Sum». И дополняем статистику индикатором выполнения в виде полосы. Готово. Таким же образом связываемся с таблицей «Расход». Создаем колонку со свойством «Relation», указываем связь с таблицей «Расхода». Перетягиваем ползунок, нажимаем «Добавить связь». Идем в таблицу «Расход». В новой колонке выбираем «Месяц» и растягиваем его для всех позиций. Возвращаемся в «Баланс». Создаем колонку со свойством «Relab», называем ее «Расходы». Указываем, что берем данные из таблицы «Расхода», нажимаем на «Property», выбираем «Сумма». Далее «Calculate» и выбираем «Sum». Дополняем статистику индикатором выполнения в виде полосы. Чуть ниже можно придать другой цвет полосе, чтобы было визуально понятно, где расход, а где доход. И также можно установить лимит по тратам. Таким образом индикатор будет автоматически заполняться до введенной вами суммы. Теперь нам нужно высчитать остаток. И сделаем мы это с помощью формулы. Создаем колонку со свойством «Формула», называем ее «Остаток1». Логично, что остаток – это доход минус расход, что и нужно отразить в формуле. За вычитание в Notion отвечает оператор «Subtract», то есть вычитать. Написание формули может иметь следующих два варианта, имеющих одинаковый результат. Прописываем формулу в пустой ячейке. Нажимаем «Готово» и видим верную цифру. Но есть один нюанс. Как правило, в повседневной жизни мы имеем дело с деньгами с двумя знаками после запятой. Это копейки, центы, евроценты и так далее, не беря в расчет, конечно, курсы валют. Соответственно, и в Notion мы доходы и расходы записываем также. Но по каким-то странным обстоятельствам иногда происходит так, что Notion выдает остаток с двенадцатью знаками после запятой, хотя с такими цифрами мы не работаем. Поэтому, чтобы этого не происходило, мы дополним нашу формулу функции округления round, умножим на 100, вытянув два дробных числа после запятой в целое, и разделим на 100, отсоединив их от целого числа. Таким образом, мы всегда будем получать числа в пределах двух знаков после запятой. Таблица практически готова, мы посчитали остаток, но не учли тот момент, что если мы планируем откладывать деньги, то они также должны вычитаться из остатка. Поэтому дополнительно мы создадим копилку. Создаем еще одну базу данных в табличном представлении и даем ей два одинаковых названия движения в копилке. Второе скрываем, колонку текст удаляем. Текстовую колонку называем месяц. И далее создаем следующие колонки. Со свойством date называем data. Со свойством number называем положено. Еще одну со свойством number называем взято. И колонку со свойством текст называем комментарий. Придаем колонке data удобный для вас формат, а в числовых колонках устанавливаем свою валюту. Теперь давайте покажем условное движение в копилке. Допустим, в январе мы положили n-ную сумму, а через некоторое время возникла необходимость взять часть этой суммы. В комментарии можно указать, на какие нужды изымаются деньги. В конце месяца по итогу мы понимаем, что можем позволить снова пополнить копилку. Теперь с помощью знакомой нам уже формулы мы высчитаем остаток. Создаем новую колонку со свойством формула и называем ее в копилке. Перетягиваем ее на третью позицию, нажимаем на пустую ячейку и пишем формулу вычитания с округлением на тот случай, если у вас в копилке будут числа с дробной частью. Далее кликаем на название колонки, Edit View, Number Format и устанавливаем свою валюту. Внизу таблицы во вкладке Calculate во всех числовых колонках указываем sum. Сейчас копилка носит изолированный характер, а нам нужно, чтобы данные из нее отображались в таблице баланс по месяцам. Для этого создаем колонку со свойством Relation и связываемся с таблицей баланса. Перетягиваем ползунок, нажимаем добавить связь. В появившейся колонке выбираем сопоставимый месяц, то есть январь и растягиваем его на все ячейки, где было движение в январе. Поднимаемся в баланс и проверяем связь. Если колонка скрыта, нажимаем три точки и делаем ее активной. Видим, что связь появилась и скрываем ее. Далее создаем колонку со свойством Relap. Называем ее в копилке. Указываем, что берем данные из таблицы движения в копилке. Нажимаем Property, выбираем в копилке. Далее нажимаем Calculate, Sum и внизу таблицы также выбираем Sum для этой колонки. Давайте проверим, как она будет работать, поменяв некоторые значения в таблице движения по копилке. Готово, числа высчитываются верно. Колонку связи мы не скрываем, она будет иметь важное значение для корректного подсчета. А пока вернемся к таблице Баланс по месяцам, чтобы высчитать окончательную цифру по остатку. Итак, создаем колонку со свойством Формула. Называем ее Остаток 2. Нажимаем на пустую ячейку и отнимаем от колонки Остаток 1 колонку в копилке, простой формулой вычитания. Внизу таблицы указываем Sum и готово. Мы посчитали окончательный остаток с учетом трат и с учетом сохранения денег. Теперь придадим таблице дополнительное отображение в виде галереи. Нажимаем на название, Edit View, Layout, выбираем Gallery. Далее Card Preview, Page Cover, чтобы добавить изображение и Card Size, размер Medium или Small. Возвращаемся назад, кликаем Properties, скрываем текстовую колонку и вытягиваем из скрытых колонку «Период» и «Релап колонки дохода и расхода». Потом кликаем на карточки, нажимаем Add Cover и выбираем заставку для каждой. Колонку итогового остатка мы не вытягиваем. В данном отображении она будет нечитаема, так как нет пояснения, что это за цифра. Поэтому возвращаемся в табличное отображение, чтобы с помощью формулы объединить название колонки с числовым значением по ней. Создаем новую колонку со свойством формула, называем ее Остаток 3. Нажимаем на ячейку и пишем формулу. Более подробно про функцию формат я объясняла в видео о трекере привычек, ссылка в описании. Если кратко, мы объединили текст и число в одной строке, а функция формат помогла понять Notion, что плюс используется не для сложения чисел, а для склеивания строк. На данном этапе мы создали таблицу учета финансов, баланса по месяцам в табличном и галерейном отображении и копилку. В следующей части мы создадим базу данных, которая будет высчитывать общий доход и расход по всему периоду. Объясню, как ввести копилку, чтобы статистика не нарушалась. Создадим переходящий остаток и таблицу для общего учета копилки. На этом первое видео подходит к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Ну и если видео оказалось полезным, то буду рада вашим отзывам, лайку и подписке. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok